Доброе утро! Доброе утро! Ну что же, 3 сентября, а через 10 дней, 13 сентября, в северной столице, в городе Санкт-Петербург, пройдет конкурс красоты и таланта «Невская краса». И у нас сегодня в гостях претендент на корону от Урала, активистка Виолетта Журавская, а также представитель благотворительного фонда «Возможно все», Евгения Петухова. Встречайте, здравствуйте, доброе утро! Доброе утро! Так, Виолетта, рассказывайте, что за конкурс? Конкурс «Невская краса 2019» проходит уже несколько лет подряд в Санкт-Петербурге. О нем я узнала совершенно случайно на странице в Инстаграме, на официальном аккаунте. И решила принять участие, проходил отбор, проходил он в самом начале этого года. Так, как он проходил? Я, получается, оформляла туристическую визитку, составляла по нашему городу Екатеринбургу и писала бизнес-план. А что значит туристическая визитка? Как это выглядело? Туристическая визитка, она по отношению к людям с инвалидностью включала в себя описание объектов, которые могут посетить туристы, девушки на колясках, и также молодые мужчины. И безбарьерно, доступно, легко посмотреть наш город. То есть ваша оценка, что для людей на колясках у нас город, в принципе, оборудован... Есть такие места, да? Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться, да. И так много как хотелось бы, но они есть. Да, они есть. Хорошо. То есть вы отправили на свой конкурс реальный какой-то бизнес-план, как мы понимаем? Да, я отправила свой бизнес-план, который я уже держу в голове несколько лет и очень-очень хочу реализовать. Расскажите подробнее. Моя мечта — это открыть студию танцев для девушек на колясках, и бизнес-план мой заключался именно в этом. А что мешает для реализации на данный момент? Сейчас, на самом деле, мечты продолжают наизбываться, и уже нашелся человек, который готов... Дать первого диалету, да, по открытию школы танца. То есть этот конкурс, в принципе, как одна из возможностей найти спонсора для реализации бизнес-плана? Да, это девушка, которая получит корону и получит возможность реализовать свою мечту. А я правильно понимаю, что аналогов вашей идеи как бы и реализованных, но нет. В Екатеринбурге нет такой школы, и в ближайших городах тоже нет. Давайте расскажем о вашей спутнице Евгении. Как познакомились? Почему решили помогать Виолетте? Познакомились мы на конкурсе красоты, на моем первом участии в «Цивилизации Урал», и с тех пор Евгения всегда рядом. Это не только часть команды. Сегодня у нас собралась также есть еще огромная группа поддержки, которая также познакомилась на конкурсе. Как вы говорите? Можно я еще дополню? Мы с Виолеттой действительно познакомились на конкурсе «Мисс цивилизации Урал». Это был первый конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья. Он проходил в прошлом году, в октябре. В нем принимали участие 14 девушек, и в финале Виолетта получила приз зрительских симпатий. У нас каждую девушку сопровождала команда, которую возглавлял тьютер, это наставник. И после завершения конкурса наше общение с девушками продолжается. Мы им помогаем в реализации их планов и в развитии. А вот на нынешнем конкурсе, на котором вы будете участвовать, бизнес-план, визитка, а что еще входит в конкурсную программу? Туристическая визитка и бизнес-план – это задания, которые входили в кастинг. То есть для прохождения кастинга нам нужно отправить было эти задания. И тогда уже отбирались девушки. Всего есть две категории. Это «Мисс невская краса» и «Леди невская краса». Они ограничиваются по возрасту. «Мисс» от 18 до 35 лет, и «Леди» выше, старше 35 лет. Что вас ждет уже в процессе конкурса? У нас написано, что о костюме вас нужно спросить. Какая-то подготовка специальная идет. Что-то там интересное с костюмами связано. К финалу, да, нужно было дескать. Подготавливаемся мы уже с марта месяца. Да, это национальный костюм. О, года. Да, мы серьезно готовимся. И это непростое задание – подготовить национальный костюм. Это пока тайна какая-то? Ну, мы, конечно, не будем раскрывать всех секретов. Мы поделимся, что мы хотели изначально как-то связать наш костюм со сказами Бажова, потому что наш край олицетворяет, да, вот это творчество великого писателя. Но этот вариант уже выбрали, и мы стали размышлять на тему, как же мы еще можем показать силу духа, красоту нашего края и богатство. И решили, что элементы, герба нашего города найдут отражение в костюме Виолетты. Да, и помогала нам творить, создала этот замечательный наряд. Профессионал в сфере создания костюмов – это Ирина Кужель. И он состоит из короны, из сарафана. Выполнен из камней, вышивки, натуральных материалов. Очень красивый костюм. Но секрет мы пока не раскроем. Мы сможем… То есть там еще что-то есть секретное? Конечно. Там очень много элементов, о которых вы уже можете узнать. Ну, у нас же город находится на стыке двух континентов – Европы и Азии. Конечно, все это нашло отражение тоже в костюме. Мы с удовольствием поделимся тем, как выглядел костюм после того, как пройдет финал, потому что по условиям конкурса мы не можем сделать это сейчас. Через 10 дней. Да, через 10 дней. Мы с удовольствием подождем обязательно присылать фотографии. А какие еще испытания? Мне все-таки интересно, из-за чего корпус стоит. Какие еще испытания были? Также мы сняли видеовизитку, которая тоже будет представлена на конкурсе, на самом финале, как история своей жизни, история о себе, которая олицетворяет уже меня, мою индивидуальность. Где снимали? Что отражено в визитке? Это были выбраны какие-то места города Екатеринбурга, либо просто где-то это может быть? На самом деле для меня это тоже было сюрпризом. Вообще прекрасные места Екатеринбурга, которые выбрал мой видеооператор. И когда я увидела уже готовый вариант, я просто была очарована результатом, так скажем, потому что оправдал все мои ожидания. Я обязательно выложу в соцсети. С вами работает видеограф, с вами работает художник по костюмам. Вы у нас кем являетесь в команде? Я являлась, наверное, организатором всего этого процесса. Кто еще у вас? Можно дополнить по поводу видеовизитки? Вы просто задали вопрос, я Лето тут немножко в тайне решила сохранить. Мы снимали видеовизитку на набережная сеть, потому что сеть отражает связь времен, нашей истории и нашей современности. Был солнечный прекрасный день, и наш видеооператор замечательный Василий Лопатин как раз... Не знаю, мы его, да. Знаете? Прекрасно. Он смог передать вот это настроение в силу характера Виолетты, ее творческую натуру, ее такую возвышенную, лично стремящуюся к тому, чтобы что-то менять в этом мире, преображать наш город, в том числе через свою школу, через свой проект. Это очень интересно, правда. Ну что, давайте подытожим. Нет, еще один вопрос есть. А есть ли для мужчин подобный конкурс? Да. Сейчас в Екатеринбурге как раз и проходит конкурс. Мистер цивилизация! Все верно. Он как раз... Это конкурс силы духа для мужчин с особенностями здоровья. Я в нем принимаю 10 участников. Наши мужчины проходят сейчас такую разнообразную программу мастер-классов, в которую входит и фехтование, и полет в аэротрубе, и встреча с известными людьми нашего города. И мы готовимся к финалу, который пройдет 13 сентября в Тюзе. Ой, простите, 17 сентября. 17 сентября в 17.00 в Тюзе. И это будет первый конкурс не только в Екатеринбурге, это первый конкурс в России, на который приедет как раз основательница нашего фонда Ксения Безуглова. Она является мисс мира среди девушек на колясках. И я как раз являюсь представителем благотворительного фонда «Возможно, все на Урале». И наша команда сопровождает сейчас... Не только участвует в проектах наших девушек, участниц конкурса мисс, она как раз полностью организует весь этот конкурс министра цивилизации «Урал». И наши участники сейчас как раз так же преображаются и готовятся к своему выступлению. Теперь давай, подытожим. В общем, друзья, все болеем за Виолетту. Через 10 дней, 13 сентября в Санкт-Петербурге, еще раз напоминаем, пройдет конкурс красоты и таланта «Невская краса». Виолетта, ну, вам успехов и удачи, пусть все получится. Спасибо, спасибо большое. Дорогие земляки, мы рассчитываем на вашу поддержку. Обязательно, мы внимательно будем следить и ждать вашего костюма. Хорошо, сейчас идет голосование. И великие визитки, костюмы, все, пожалуйста, нам отчитаться. Держите кулачки, да, чтобы Виолетта победила, и наш город был признан лучшим. Сейчас идет голосование в интернете. Призывайте, призывайте. Да, призываю вас поддержать. Правильно, голосовать на сайте именно конкурса «Невская краса». Голосовать «Невская краса» в официальной группе ВКонтакте «Невская краса». «Невская краса». Поддерживаем Виолетту. Урал, давайте мы в вас верим. Дорогие друзья, ну что же, благодарим еще раз наших прекрасных гостей. Виолетта Журавская и Евгения Бетухова в студии «Утреннего экспресса». Ну а прямо сейчас рубрика «Капошилки». Первым, кто пришлет правильный ответ на загадку Капитолины, подарим приз, как всегда, сертификат на безлимитное посещение для одного человека в батутный парк «Атреф». Ну все, добавить нечего, давайте смотреть «Капошилки». Капошкар. Продолжение следует...